Привет друзья! Какой шаблон себе выбрать в 2023 для блога. Блог пост. Я выбрал себе пару шаблончиков. Конечно я брал критерии SEO. Больше ничего меня не интересовало. Особо на вид не заморачивался с видом. Чтобы более-менее выглядел. Первый для новостных сайтов. Плюс вот здесь вот такая бегущая строка. Вы вставляете свой сайт и вот он предлагает вашей странице в бегущей строке все ваши статьи. Нажимаешь и переходишь дальше по сайту. Вот такое боковое меню. Вот такое вниз. Плюс переходы нижней части. Что не сама плохо. Ну и конечно здесь выпадающее меню. Его укоротило. Можно увеличивать, уменьшать, настраиваться очень хорошо. Шаблончик по севу. Отлично. Я проверяю. Показатели хорошие выдает. Выбирал почему. Потому что обычные шаблоны. Я уже создавал видео. Кто не знает. Они стоят на месте. Трафик идет только с youtube. Кое-какие страницы попадают в поиск гугла, яндекса и так далее. Но потом выпадают постоянные ошибки. Я решил уже не испытывать судьбу. Прикупить себе шаблоны. И второй вот такой. Я оставлю ссылочки. Посмотрите. Их тоже неплохой. Плюс вот такое добавляю содержание. Оно подхватывается, подтягивается. Потом показывают заголовки содержания. Это любит гугл. И начинают пропадать ошибки. В серж-консоли пропадать ошибки. Вроде начинают понемножечку выравниваться. Настраиваются они отлично. Что тот одинаково быстро. Так выглядит главная страница. Все меняется. Добавляется. Там соцсети. Все это можно удалять. Уменьшать. Добавлять все это нормально. Но вид уже совсем по-другому. У меня уже и гугл в серж-консоли отвечает, что у вас нет ошибок. Ну, более-менее радует. Вот такие показатели второго сайта. Они частенько меняются. Не знаю, с чем это связано в гугле. Может быть какие-то ошибки. Но в принципе все нормально. Начались индексировать видео. Вот по странице с видео находиться. Все показывается. И пропадать ошибки. Как отправлять отчеты проверки. В этой части не находите у вас отчеты. Исправляйте, отправляйте. Вот уже я отправлял. Сейчас проверяем, как вы устраняете ошибки. Статус проверки. И потом проверяйте. Вам объявят статус проверки. Это я подал после того, как изменил. Шаблон подал еще раз на проверку. И длится долго. Но ответа пока нет. Так что я всем рекомендую, кто уже плотно решил, что будет создавать сайты. То подумайте о шаблоне. Или исправлять те. Сейчас есть возможность исправлять наши шаблоны, которые даются в бесплатные. Бои, да, в теме у нас бесплатные шаблоны. Можно попробовать через ИИ. Искусственный интеллект исправить их. Если у вас получится. Это как вариант. Ну, факт. Сколько я не ставил. Вроде нормально, нормально. Потом идут ошибки. Какие шаблоны я не перепробовал. Собенно вот эти все перепробовал. Вроде и показатели хорошие. Давайте. Этот я еще не поменял шаблон. Тут здоровье. Ну, 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 ну. Сейчас посмотрим. Ну, вот ошибки. Ошибки за ошибками. То появляются страницы. Сейчас опять вылетели. Три осталось. И ты не поймешь с ошибками или без ошибок. Постоянная ситуация. По показателям вроде бы неплохо. 88 процентов производительности. Но. Ни о чем это не говорит. Они ошибка на ошибке. И он выпадает из поиска. Хотя. Говорили, как бы, оно язычное получше. Ничего получается. Оно не лучше. Вот сколько здесь страниц. Да. Плюс это. И вот три только сейчас есть. Были все в поиске. Сейчас только три. Так что я тоже здесь буду менять шаблон. Это уже однозначно. Ну и разница, конечно, вид. Дизайн. Вы сами видите, да. Сравнивать бесплатный шаблон. Вот бесплатный у нас. И теперь уже такие ходовые села. Вот это главная страница. Вот так она выглядит. Так мы переходим по сообщению. И вот содержание показывает, что неплохо смотрится. И плюс любит Google. Так, по первому этот я начал буквально, я не знаю, две-три недели назад. И вот показывает шесть страниц. Одна непроиндексирована. Не моя, а то, что добавляют. Вот они. Вот это значение добавляют. Как каноническую. Получается, эту проиндексировал. А с добавлением вот этого знака, считает ее как каноническую. Хотя он это сам создает. Я не очень этот момент понимаю. Вот он. Равно один. Брал на этом сайте. Плюс тут много виджетов, которых можно добавлять к нашему богу. Я вам уже показывал этот сайт. Так что здесь очень много вот этого содержания. Также я брал на этом сайте, добавлял. Оно обыкновенно добавляется в HTML страницы блога. Вот здесь я их брал. Вот виджеты содержания статей. И устанавливал себе его. Активация виджетов в посте. Вот такие коды. Их вставляешь просто в HTML сообщения. Вот так она выглядит. А вот так в HTML вставляешь. Первый здесь код и второй внизу. И все. Вот он, по-моему. Второй код внизу вставляешь. И вот так она содержание. Как и вовление в угле сайте типа работает. У нас здесь содержание работает, перескакивает. Вы видите сразу. Это очень удобно. И плюс увеличивается показания сайта. И плюс еще добавлю виджет карта сайта. Почитал за виджеты карта сайта. Их необходимо устанавливать. Здесь уже разделы есть. Только еще надо установить карту сайта. Устанавливаться он несложно. И так вроде бы уже почти будет готов. Поработать еще немного. Со всеми вот этими разделами. На этом все, друзья. Кому полезное видео, оставляйте комментарии, лайки. Всем удачи в подбору себе шаблонов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok